Здесь рассматривается установка, которая была известна еще 25 лет назад. Ее разработали двое человек из Магнитогорского политехнического института. Сейчас он называется в университете. Это Вачаев Анатолий Васильевич и Иванов Николай Иванович. По сути, установка Энергонива состоит из аббревиатуры, из начальника имен Вачаева и Иванова. Дальше. Основные эффекты, которые наблюдались ими при работе этой установки, это выработка большого количества новых химических элементов. Бралась вода, брались отходы металлургического производства с разными добавками. При горно-обогатительных комбинатах такая вода бывает в большом количестве. И она запускалась в эту установку. Из этой установки было замечено, что вываливается гораздо больше химических элементов, чем было в исходной воде. Потом этот процесс сопровождался большим выделением энергии. Энергия присутствовала как в виде тепла, так и в виде электричества. Электричество снималось с боковых, с трубчатых электродов установки и с катушки вокруг самой установки. Вот еще работа этой установки сопровождалась, будем говорить так, излучением странного, не знаю, каких-то странным излучением сопровождалась. Работает в установке. Она, если наблюдать ее в затемненной комнате, она светилась. Вокруг нее был светящийся такой револ. На эту установку в свое время было получено Ивановым и Вачаевым несколько пакетов. Вот, например, способ получения элементов и устройства для его осуществления. Установка очень простая. На самом деле есть две медных трубки, заточенные под определенными углами. Нижняя трубка и верхняя. Есть катушка, которая окружает это все. Есть диэлектрический корпус и есть два боковых электрода. На боковые электроды подается поджигающий импульс, на трубчатые электроды подается постоянное напряжение и прокачивается вода. В этот момент в этой области зажигается плазма и начинаются все интересные эффекты. Можно дальше. Вот еще один патент. Но это материалы заявки. К сожалению, патент не был получен в связи со смертью Вачаева и потом уже Иванова. Здесь уже патент на непосредственно получение электрической энергии. Ну, здесь то же самое практически. То же самое устройство. Та же самая катушка. И большая часть энергии получалась, конечно, и с катушки, и с трубчатых электродов. Потом энергия получалась в виде частоты переменного тока 50 Гц. Если говорить о мощности, которая получалась, это примерно, может быть, там 20-30 кВт электрической тепловой мощности. Дальше. Вот мемориальная табличка в университете. Университет сохраняет лабораторию Иванова в неприкосновенном виде. Там видно примитивное оборудование. В общем, все было сделано на коленке, и все работало. У них даже не было слова. Дальше. Это вот стенд, такой, тоже сделанный на коленке, для демонстрации студентов. Это фотография от 2006 года, уже прошло 12 лет. Уже, к сожалению, этот стенд разорен, и я ничего не могу сказать. Но у меня где-то сохранились образцы даже отсюда. Вода от металлургического комбината проходит через массу вот таких вот маленьких стеклянных трубок. Это маленький реактор, маленькие такие энергонимы. И в результате получается как энергия, так и новые химические элементы. В основном это железо. Я потом скажу дальше. Давай дальше. Вот я беседовал с Амельченко, Евгением Яковлевичем, доцентка автоматизированного электропривода. Он участвовал в университетской комиссии, которые исследовали эту машину. И они подтверждают ее полную работоспособность. То есть университет собирал комиссию, и они смотрели, что машина работает, действительно вырабатывается огромное количество новых элементов, и вырабатывается электроэнерго. Ну вот что сохранилось от них. От них очень мало сохранилось, потому что они были достаточно скрытные люди, да, и практически схемы и фотографии они не публиковали. Остались только материалы рабочей тетради. Вот здесь представлены материалы рабочей тетради, где изображена та же схема, самая схема. Есть боковые электроды, есть зарядный конденсатор, который разряжается и дает импульс на боковые электроды, а после этого подсоединяется источник постоянного напряжения к трубчатому электрону, и начинается процесс. Дальше. Сохранился даже рабочий чертеж под два заточенных электрода боковых поджигающих. Это медные трубчатые электроды, примерно 15 мм в диаметре, а это корпус, обычно из текстолита или из любого диэлектрического материала. Вот реальные фотографии из лаборатории этих машин. Вот этот очень большой реактор, который, по воспоминаниям очевидцев, давал около 50 кВт электрической мощности. Такая машина давала около 50 кВт. Он имеет немножко отличную конструкцию, чем описано в патенте. Видите, у него система целая поджигающих электродов. У него две пары поджигающих электродов. Но трубчатые электроды те же самые. Медь, заточенная под углом 45 градусов. Медь и велотуль. Дальше. Вот еще фотографии, мало совершенно реакторов. Видите, здесь, собственно, я в руках держу эту штуку. Это просто трубка, это шланг, резиновый шланг, в который вставлена медная трубка и эпоксидки, просто приклеены два боковых электрода в виде таких вот уголков. Вот крупная фотография медного электрода. Как видите, еще есть такая особенность. При работе этой установки медные электроды очень мало изнашиваются. То есть, если вы будете проводить обычный плазменный электрод, то у вас электроды тоже сгорают. Здесь такого не происходило, она могла работать неделю. Значит, что еще интересно наблюдалось. Часть энергии генерировалась в катушке. Вот и вот катушка. И вот это вторая часть катушки. Это отверстие для поджигающих электродов. Но сама катушка намотана на железной трубе. Вот это как бы очень интересный факт. Как на железной трубе намотана катушка, и в этой катушке генерируется ДС. Притом генерируется очень много. Вот еще один такой боевой реактор, который использовался, который работал, по словам очевидцев. Здесь вообще используется железная труба вместо электрода. И вот такая вот громадная катушка. Но это, конечно, на большие киловатты рассчитаны. Евгений Николаевич Максимов такой есть товарищ, который тоже увлекался этой штуковиной. Это всего разрешения, я публикую эти фотографии. Это его фотография. Вот фотографии электродов. Иногда реактор заглушался, и образовывалось такое большое количество трансмутаций, такое большое количество новых элементов, в основном железа, кальция и кремния, что просто отверстие, отверстие рабочей камеры было забито вот этими веществами. Этот документ иллюстрирует, что, скажем, эта машина не такая простая была. И прежде чем подать сточные воды в установку, вода проходила через специальный электролизный блок. Вот есть два блока. Один находится под отрицательным напряжением, второй в бак находится под положительным напряжением. Вода для реакции бралась только с анода. После того, как она прошла обработку в аноде, она поступала в реактор, и после этого реактор работал достаточно устойчиво. Первые известные попытки, кто пытался повторить этот реактор уже после смерти Вачаева и Иванова, это были Паньков Владимир Александрович и Пузьмин Дорис Петрович. Они работали вместе с Вачаевым, поэтому они видели эту установку, они знали все соединения, они знали, как это работает. Вот они предложили следующую схему. Схема элементарно простая. У вас есть 220 вольт переменного тока, 50 Гц. У вас есть ограничительный резистор, но это условно. Есть дроссель и резонансный конденсатор. Дроссель с резонансным конденсатором настраивается на 50 Гц. Когда у вас возникает, растет напряжение на конденсаторе в результате резонанса, у вас происходит пробой в реакторе, возникает плазма, и дополнительно эта плазма поддерживается вот этим вот еще дополнительным резонансным контуром, состоящим из обмотки на реакторе, и конденсатор небольшого. Обычно 0,1 мкарад. Дальше. Вот что они получили. В результате они получили стандартный набор. Это, как обычно, кремний, фосфор, кальций огромное количество и огромнейшее количество жилетов. Вот. Если сравнивать по массе, то порошок, который получился у них, примерно на 42% состоял из новых элементов, которых в исходном продукте вообще не было. Дальше. Подожди, но я тебе, смотри, медь и железо у тебя уже дают по 100%? Нет. Нет. Вот 40% это новые элементы, и из них железо 80% составляет. Это вот 48%. Притом электроды медные. Железо и медь. Электроды это медь. Железо и медь. Но электроды это медь, железо не было. И вот теперь получается огромное количество железа. То есть этот опыт, он подтверждает как бы правоту, то, что в реальной установке Вачаева и Иванова такой процесс происходил. А вот в лаборатории продолжает работу Харченко, Олег Алексеевич, да. Он, я не знаю сейчас в каком состоянии у него дела, но на тот момент, когда я посещал эту лабораторию, 5 лет назад, он получил от этой установки, здесь на экране слово это видно, получил высокочастотные колебания. Вот основа, ну это как бы мое мнение, основа работы такого рода устройств, это возникновение в них в плазме высокочастотных колебаний вплоть до миллиметрового диапазона и выше. Миллиметровые колебания, вот СВЧ-колебания, они являются основой начала трансмутации. Для того, чтобы получить хорошую трансмутацию, обязательно нужно вот СВЧ-излучение. Может КВЧ, мы знаем, с максимальной частотой. Дальше. Если говорить, вот вспомнить Евгения Алексеевича, который только что делал доклад о проникающем излучении, так 40 лет тому назад Чернецкий Александр Васильевич проводил такие же эксперименты с водородной плазмой. У него было маленькое давление, 1-2 тора, та же самая почти изонансная система и реактор, где использовался водород, ну и его затоп дейтерий. Вот, было зарегистрировано некое излучение, которое проходило и через металлические поверхности, и через электрические поверхности, и, по всей видимости, обладало каким-то поражающим эффектом. На это изобретение было получено закрытое на то время авторское свидетельство, есть у него номер, и которое называлось «Способ и устройство для получения мерки». Это было 40 лет тому назад. Дальше. Ну вот здесь упоминали еще Колдамасова и Сан Иванович, который был участником наших конференций, которых уже, к сожалению, с нами нет. Ну, вы ячейку Колдамасова знаете, да? Это тоже, по сути дела, некий плазменный разряд в потоке жидкости. Вот у вас есть насос, у вас есть некое сопло, и на выходе сопла наблюдается очень сильная электризация, свечение разряда и возникновение электрического дока. Дальше. Колдамасову на эту тему было получено несколько патентов, которые называются и ядерный реактор, и устройство для получения энергии, которое очень и очень похоже на энергониму. По сути дела, тоже жидкость проталкивается через маленькие отверстия, и в этом отверстии, маленьком, происходят все чудеса. Разделение заряда, возникает ускоряющий потенциал, и по мнению Колдамасова, ускоряющий потенциал более 10 кВт, он приводит даже к 400 кВт, приводит к возникновению классических реакций ДДС. Дальше. Вот еще одна репликация Колдамасова, но это уже электрогенерирующие устройства. Вот у меня его ячейка, через которую проталкивается жидкость, сопло лаваля, и стоит магнитная катушка. По мнению Колдамасова, в магнитном поле происходило разделение зарядов, положительных и отрицательных, поэтому у него есть два электрода, один, который служил приемником отрицательных зарядов, другой приемником положительных зарядов. Было такое устройство реализовано или нет, я не знаю. Александр Иванович мне про это не говорил. Но номер есть, и само устройство очень похоже на Эмерганилу. То есть все ходят вокруг и около. Дальше. Есть, следует упомянуть еще одно устройство, которое было в 80-е и 90-е годы, разработано на Дальнем Востоке, у Грицкевича, во Владивостоке. В Владивостоке жил, да, и там было сделано. Вот Грицкевич предложил некое устройство, и опять же, по его словам и по словам его сына, я с его сыном встречался в Таллине, он продолжает поддерживать патенты, продолжает работать в этом направлении. По его словам, устройство генерировало около 1 мегаватта электрической энергии, притом имело в размер бублик 2 метра диаметра. Удачи. Вот, это устройство Грицкевич, это некий тор из диэлектрического материала. Внутри тора есть разгоняющие катушки, и есть катушки силовые, которые снимают электричество. Значит, как по замыслу должна была происходить, и происходила эта работа. Есть палладивые электроды, внутри тора находится жидкость, смесь обычной легкой воды с тяжелой водой. Палладивыми электродами производится электрический разряд. Ускоряющими катушками эта вода разгоняется по кругу этого бублика, и дальше возникает какая-то магия, и в силовых катушках начинает наводиться ЭДС. За счет чего она наводится, есть только догадка. Но, тем не менее, такое устройство, говорят, было сделано, сам я его не видел, по словам сына и других людей, что это устройство было сделано. И, что интересно, некоторые утверждали, что в силовых катушках наводилось не переменное поле, а постоянный ток. Вот это тоже очень удивительно. За счет какого механизма может наводиться постоянный ток. Дальше. Ну вот это сын предлагает такое устройство сделать на основе изобретения отца, предлагает блок двухмегаваттной мощности. Хорошо. Вот это уже наши эксперименты. Я вот, честно, очень долго ходил вокруг этой установки, никак не мог приступить. И вот благодаря Ратису Юрий Леонидович, который пришел ко мне, и говорит, вот у меня есть готовая установка, и давай попробуем. Я говорю, ну давайте попробуем. По сути дела, вот он мне дал вот этот вот реактор, это реактор Ратиса. Мы его запустили, да, и сразу получили результат. Вот по схеме поинковых изменений. Сразу получилось на выходе огромное количество железа. Был сделан анализ. Вот этот железо. Он притягивается магнитом. Просто видно, осадок притягивается магнитом. Спутать ничем нельзя. Это не Никен, не Кобальт, это железо. Дальше. Был сделан анализ, да. И получено огромное количество новых элементов, основным из которых, конечно, является железо. 43% в осадке получили железо. То есть очень хорошее совпадение с результатами измина и поинков. Алюминий меньше. Алюминий, да. Большое количество алюминия, но алюминий я отношусь здесь, понимаете, так очень аккуратно, потому что в электронных микроскопах алюминиевая подложка. Если лучом промахивается, попадает в алюминий, да, и у вас получается алюминий. Дальше. А такие же результаты, скажем, были получены у Степанова Игоря Николаевича. Он тоже сконструировал похожий реактор, но его реактор отличался тем, что у него было больше витков в катушке, она была сделана в виде медной шины, и сам корпус был сделан из полиамида. У него тоже получилось железо, но железо гораздо меньше, всего 2%. Из обычной воды. Вот таблица, да, то, что получается, да. Но опять же, опять же мы видим огромнейшее количество кремния, ну и наш любимый, значит, кальций, калий, магний. Еще углерод. Я хочу обратить ваше внимание на углерод. Вот можно, конечно, списать, что это горелокорпус, потому что из полиамидов корпус делал. Скорее всего так и есть, но в других экспериментах углерод тоже получается в большом количестве. Дальше так. Блокорбины образуются. Ну да, вот это вот уже как бы наша установка от 17-го года, с прошлого года. Проводили, ну, тоже вот этот маленький конденсатор, здесь рентгеновские пленки были поставлены. Вот. И отличие от предыдущей установки, то, что были сделаны вставки из титана. Чистый юдидный титан. А внизу будет то, что получилось. Дальше. Вот установка примерно работала 5 минут, и на выходе мы получили набор из шариков, сделанных из титана и абсолютно в гладкой форме медной и титановой шарики. Дальше. Был проведен анализ на хорошем оборудовании, это Исман-Черноголовка, и что было замечено? Было замечено, опять же, огромное количество углерода, других элементов не было. Ну, кислород я не беру, потому что это спасибо. Огромное количество углерода. Дальше. Ну, это медные электроды, там куски можно списать на них, да. Вот на ремневеновских пленках вот такая вот картина. Ремневеновские пленки были засвечены. Да. И вот такое вот облако. Размером примерно миллиметров 5. То есть очень большой. Это свет. Дальше. Были использованы, мы экспериментировали с электродами из чистого циркодия. Та же самая установка, та же самая электрическая схема, только электроды из чистого цирка. Здесь, видите, картина очень богатая. Появляется большое количество свинца, цинка. Ну, если более подробно, это как бы интегральная картина вот по всей области. Если более внимательно присматриваться, там обнаруживается еще большое количество других элементов. Ну, я не буду сейчас писаться. Это и фосфор, и хлор, и титан, и железо. там все, натрий там. Дальше. Леменовские пленки, которые были там же установлены, выявили, что на них образовались вот такие вот следы в виде гусеницы. Ну, классические, мы, наверное, все их знаем, в виде гусеницы. Вот это вот. Это вот такая вот вышивка. Дальше. Ну, не все. Сейчас, буквально. Вот, значит, еще такая была модификация реактора. Дальше. Электрическая схема, когда бабахает большой конденсатор. Что было замечено? Было замечено, что электроды нужно тренировать, чтобы получить правильный результат. Сразу вы ставите медь, ничего не получается. Нужно тренировать. Нужно их минут 10-20 приучать к этому делу. После этого они работают хорошо. Иначе у вас реактор просто разрывает вдребезнь. Дальше. Сколько времени? Ага. Ну, в общем, в этой схеме, которую я показал, что мы получили? Мы получили генерацию коротких электрических импульсов. То есть машина начала генерировать. Она потихоньку стала оживать. Генерацию получили на протяжении нескольких секунд. Вот здесь, к сожалению, плохо видно, импульс, напряжение, импульс тока имеет длительность полных на секунду. И вот такое длилось несколько секунд. Дальше. Еще я хочу сказать, вот это вот, когда у нас закончились большие пластиковые корпуса, все взорвались, мы перешли просто на трубку из силикона. Такой стали, простой конструкцию. И сделали массоспектрометрический анализ на времяпролетном спектроме. И что мы получили? Мы получили, скажем, изрядное количество редких земель. Это самарий, терпий, диспрозий и так далее. И вот здесь вот элементы с массами от 201 до 209, это непонятно что. Это может быть ртуть, это может быть талий, это может быть свинец. В общем, они не идентифицируются. А что имеет массу порядка 440, 450 и выше, это вообще непонятно. Тем не менее, на выходе этой установки получились вот такие массы. Еще два слова, да? Я бы сказал, что еще был проведен достаточно точный анализ. Есть стандартные медь. Известно, что у нее есть К-линии, там Альфа, это самое, К- и Альфа-линии, да? Они имеют там, у Меди это около 8 КФ, еще К-Альфа и К-Б это где-то там 8,8 КФ, и есть линии Альфа. Вот она, собственно говоря, красная. Это уже Л-7. Ну, Л-7, да, Л-7, Л-7, да, тоже есть. Вот. Та медь, которая получилась в эксперименте, она отличается от реальной меди. Вот медь, полученная в эксперименте, она имеет еще дополнительные линии. То есть это какая-то ненормальная медь. Дальше. И то же самое можно сказать по железу. Ну, это укрупненная картина, та же самая картина, она просто растянутая. Вот видно, что у нее есть вот этот пик, и видно, что у нее сильно поднята вот эта сплошная часть. И то же самое можно сказать про железо. Вот есть картинка эталонного железа, и есть картинка искусственного железа. Они отличаются. А здесь что синий, что красный? А красный это просто метка. Эталонная. Синий это эталонная метка? Да, это вот метка просто. Вот железо, вот реальный, в пик у нее вот такой, а вот искусственного железа, у нее вот линия вот эта низкоэнергетическая, она очень сильно увеличена, и увеличена вот эта постоянно оставляющая, сплошный спектр. Не, ну то, что вот такой гигантский всплеск, это конечно же интересный. Если времени нет, я на этом как бы могу закончить, да. Давайте, давайте это самое. Да, если интересно, я могу потом еще дальше рассказать. А вынесем, так сказать, еще на обсуждение, так сказать, поговорим там кругом. Странное излучение образовывалось, она дырявила вставки второпластовые, в реакторе были сделаны второпластовые вставки, когда я его стал просто ножиком счищать, и оказалось под ножиком вот такие вот штуки. Они насквозь? Нет, не насквозь, они просто там застревали. Там просто такие каверны выеденные. И как глубоко тогда уж? Ну, миллиметра, может, полтора. Не глубоко. Понятно. Так, ну что, давайте остановимся, потому что регламент исчерпан. Значит, ну, буквально несколько вопросов, покороче, если можно. ну, Воп, давай, я, я просил. Спасибо. Другие вопросов. Другие вопросы есть, нет? Все понятно. Ну, в общем, работать надо. Кодек, the pulses, the impulses, you saw, the short duration ones, do you know the polarity? Positive polarity. А, what pulses do you mean? Длительный симпульс. Да, what pulses? Pulses on tube электродs or ignition электродs? The ones you showed in the graph, the short duration coming from the reactor. Ah, yeah. Where are they laid? Positive pulses. Okay. Where did the alameleum come from? I didn't quite get that. You said like 20-something percent alameleum. Was that synthesized? Я не понял. Okay. you don't know the isotope of the iron? МОСЛОВАЛИ! МОСЛОВАЛИ! You don't know the isotope of the iron? А, аизотопов, изотопный состав железа? Чего он спрашивает? I don't know. That would be useful. The spheres, have you got very good SEM images of their structure? I want to know if they were like molten drop? It's not in this sphere. It's not in this sphere. Maybe... размеры, размеры. Размеры. Crees by maybe molten process. Maybe. Maybe. I don't know exactly. The strange radiation tracks on one of your images you had some blue lines. Was that added just for visual? So that you could see? No, no, no. Some tracks we can see visually and in other tracks we need a microscope. Okay. You mentioned very stable elements. There were very heavy elements produced. It's a question. It's understandable. It's a question.